Гулял как-то египтянин по Ульяновску. Шел он себе спокойно шел и упал, а точнее провалился под лед. Ни своими силами, ни силами моржей местных не смог он выбраться из воды холодной. Только вовремя прибывшим спасателям удалось вытащить бедолагу на берег. Они укутали мужчину в теплое одеяло и посадили отогреваться, дожидаясь кареты скорой помощи. У этой истории хороший финал, но не подоспей спасателей вовремя, все могло бы закончиться куда печальнее. Выходить на тонкий лед опасно для жизни и здоровья, из года в год предупреждает МЧС. Несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжают иметь место случаи происшествий на водных объектах в период становления льда. Так, недавно едва не обернулась трагедия выход на тонкий лед в районе кафе Роза Ветров на реке Волга. Троих подростков. Спасателями службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области на водах они были доставлены на берег. Обычно к декабрю ледяной панцирь достаточно крепкий, чтобы выдержать вес человека, говорят спасатели. Сейчас из-за перепадов температур покрытие рек и озер не плотное, а где-то его вообще нет. Дополнительным предупреждением для желающих выйти на лед служат аншлаги на берегу. Спасатели же регулярно отправляются в рейды. Внимание, внимание! Выход на лед запрещен. Просьба покинуть лед. Внимание нерадивых пешеходов удается привлечь только с третьего раза. На льду и взрослые, и дети. В этот раз они чудом не провалились в воду. Но так везет далеко не всем. Главное – не впадать в панику и сохранять спокойствие. Необходимо попытаться выбраться на эту кромку льда, используя, возможно, если у вас есть подручные средства, то есть то, что используют рыбаки, это зацепы или еще что-то. Пытаться все-таки выбраться. И перекатыванием все-таки попытаться от места, где вы провалились, по льду перекатиться до безопасного расстояния и выйти опять же тем же самым путем, которым вы пришли. С 25 ноября все аварийно-спасательные формирования переведены в режим повышенной готовности.